По Максиму Галкину у меня есть уверенность такая, ну как хотите, думайте о том, что я сейчас скажу, но когда Россия устанет от собственной тупости, агрессивности и безнадёги, я думаю, что именно такой человек, как Максим Галкин, умный, тонкий, патриотичный по отношению к своей стране и будет востребован и задействован. Потому что Россия нуждается в Галкине, нуждается в таких, как он нуждается, потому что появление в большой российской политике Максима Галкина будет своеобразным искуплением грехов этой подлой страны, грехов перед Украиной в первую очередь, да и перед своим народом, чего греха таить тоже. Так, хорошо. Ребята, я залипла на ваших комментариях, всё, дайте мне, у меня своих вопросов много, дайте мне немножко... Тебе пишут, Олеся, улыбайся, улыбайся. Да, можно так, улыбайся, Олеся. А почему я улыбаюсь? Потому что есть новости хорошие, что человеку надо для счастья. Давай. Есть хорошие новости, но у нас они на обложке в том числе, но ты же просишь позже, давай позже, пусть тебя подождут. Друзья, как я люблю хорошие новости. Вот, знаете, день проходит, засыпаешь, потоки новостей засыпаешь, утром просыпаешься, сразу хватаешься за планшет. Вот я, например. Сразу правая рука тянется к планшету, открываю, смотрю. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Кстати, я хочу обратиться ко всем, друзья. У нас мощнейший телеграм-канал мой, Дмитрий Гордон, где я размещаю новости, там я. Там я без цензуры, потому что я не могу всё говорить в Ютубе, я не могу всё писать в Фейсбуке или в ТикТоке публиковать, или в Инстаграме. Везде ограничения. А телеграм – территория свободы. И там я есть таким, каким есть на самом деле. И пишу уже всё, что думаю. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Так вот, открываю планшет, сразу кнопку нажимаю, Дмитрий Гордон, телеграм-канал, и смотрю. Опа, ну как сегодня утром. Просыпаюсь, смотрю хорошие новости. День сложился, радость сразу. Понимаешь, как важно? Да, понимаю. Ну, пока что давай обсудим ещё одну войну, которая недавно также стала широкомасштабной, а именно нападение на Израиль. Давай несколько я зачитаю оттуда сообщение, а ты прокомментируешь уже в целом по ситуации, как ты это оцениваешь. Передовая группа секретной службы США посетила граничащие сектором Газа районы Израиля, где боевики Хамас совершили массовые убийства. Дальше. Сегодня же, сегодня Совбез ООН отклонил резолюцию России с призывом к перемирию на Ближнем Востоке без осуждения Хамас. Пост пред США Линда Томас-Гринфилд пояснила, что её страна не может поддержать российский проект резолюции, поскольку он игнорирует терроризм Хамаса и бесчестит жертв. В мире, конечно, много всего эти дни происходят, ну, происходит и происходило. Я там, ну, вот несколько новостей скажу, связанных с войной в Израиле. А именно, а именно, в центре Брюсселя неизвестный застрелил двух шведов. СМИ пишут, что нападающий кричал «Аллах Акбар». Дальше. Это у меня свой матч футбольный. Да. Дальше. Голланд встретился с Блинкином в Тель-Авиве, и там они заявили, что это будет долгая война. Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за пропуск атаки Хамас. Еще очень интересная история. Студенческие организации Гарварда выступили с антиизраильским заявлением. То есть они, по сути, поддержали террористов. Но после того, когда самые большие компании, мировые компании обратились к руководству Гарварда, чтобы им дали имена тех, кто подписал студентов, чтобы они никогда не взяли этих студентов, не дай бог, на работу, сразу же эти студенты стали отзывать свои подписи и говорить, ой, ошибка вышла. Ты понимаешь, что происходит вообще? Ну, фамилии все равно дали, я не сомневаюсь, Олеся. Ну, Дим, послушай, такие вещи, они же не забываются. Ну, нужно же думать чем-то. Нетаньяху поговорил с Путиным, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Перед этим глава государства-агрессора созванивался с главами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. СМИ, кстати, пишут, что после этой войны Нетаньяху уже не будет иметь такие теплые отношения, трогательные с Путиным, как было. Олеся, извини, так какие отношения? На Израиль была совершена такая барбарская атака, и этот мудак старый Путин не позвонил даже, не выразил, весь мир позвонили в лидеры и выразили сочувствие, он даже не позвонил, не выразил сочувствие. Я хочу, ты знаешь, извини, пользуясь случаем, я хочу еще раз четко, недвусмысленно поддержать государство Израиль, которое стало жертвой нападения преступной террористической организации ХАМАС. Четко и недвусмысленно я хочу поддержать Израиль. Еще раз заявляю об этом во всеуслышании, я это заявил в первый же день агрессии. Я счастлив, что наконец-то целый ряд идиотов, которые в Израиле живя поддерживали Россию и Путина, прозреют и поймут, что Путин равно ХАМАС. Это террористы, это одна банда. И всегда Советский Союз и Россия лелеяли палестинских террористов, всегда. И всегда там, где можно разжечь, там они. Как пелось в старой советской революционной песне. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови, Господи благослови. Ну, е-мое, ничего же не изменилось. Все время надо раздувать пожар. Поэтому Израиль должен знать еще раз, что с Россией ему не по пути, Израилю по пути только с Украиной. Связанные с ХАМАС группировки частично финансировались для атаки на Израиль через криптобиржу, связанную с Россией, Wall Street Journal. Бинанс или как она называет? Подтверждение твоих слов тут же. Диман, как ты считаешь? Ну, вот помнишь, тебе Натан Щеранский на третий день, наверное, большой войны, это Израильской, сказал о том, что он считает, что война будет длиться 2-3 недели. Ну, для нас это, знаешь, там вызывает улыбку, потому что у нас есть от Арестовича свои 2-3 недели. А Щеранский говорит, 2-3 недели для Израиля такой интенсивности война, это очень-очень долго. Но сейчас, как мы видим, ну, чтобы оно там на 2-3 месяца, 2-3 года не растянулось, нет? Вообще, как ты оцениваешь? Во-первых, дорогие друзья, я очень рекомендую всем для того, чтобы вы понимали, что происходит в Израиле, посмотреть моё недавнее интервью с моим героем, с героем мирового масштаба, Натаном Щеранским, уроженцем Донецка, который 9 лет отсидел в советской тюрьме, который вышел на поединок с КГБ один в одиночку, маленький ростом, но гигантский человек, и победил в этой борьбе в результате под воздействием мировой общественности и под напором президента США Рейгана его обменяли советские власти на нескольких разведчиков советских. И Натан Щеранский, который был четырежды министром и вице-премьер-министром Израиля, очень подробно рассказал мне всё, что он думает о нападении Хамаса, об этой войне и так далее. Прошу вас даже, посмотрите это интервью, у вас не останется никаких вопросов. Я не знаю, сколько продлится война Израиля с Хамасом, я не знаю. Сейчас вопрос один, а войдёт Израиль в газу, будет ли сухопутная операция? Это тоже, кстати, под вопросом, потому что есть как мировое еврейское лобби, так есть и мировое антиеврейское лобби, это надо понимать. И антисемитизм в такие мгновения, в такие дни он зашкаливает в мире, проявляется в самых разных странах, от Франции до США. Что уж говорить о России, где это в традициях просто русского народа антисемитизм. Поэтому давят на Израиль не входить в газу. Есть и опасения. Газа представляет собой огромное количество, ну ты понимаешь, что такое заходить в укреплённый город, огромное количество тоннелей, шахт, складов с вооружениями, камикадзе, которые готовы погибать, носить с собой жизни израильтян. То есть заход в газу сопряжён с опасностью, с большой опасностью для израильских военных. И, конечно, учитывая то, как израильтяне берегут своих солдат, я думаю, что тысячу раз они подумают заходить в газу или нет. Думаю, что сейчас будут применены такие бомбардировки, конкретные газы, потому что там миллион или два населения газы, люди уже в основном вышли, насколько я понимаю. Ты понимаешь, если мне зададут вопрос, а вот вам не жалко палестинских детей? Я отвечу, жалко. Я же говорю всегда то, что думаю. Конечно, мне жалко. Я понимаю ситуацию. Знаешь, какая ситуация? Хамас терроризирует не только Израиль. Хамас терроризирует и простых палестинцев. Потому что это бандитская террористическая организация, которая фактически руководит Палестиной, которая ведёт такую политику, ну, с двух лет детей учат уже палестинских. Еврей — враг. Еврея надо убить. Значит, Израиль — не государство. Он не должен существовать и так далее. И поэтому, посмотри, подростки с автоматами — это ужас вообще. Но они же в основном, это же как с русскими, поддерживают этих террористов, помогают им, а значит, сами становятся террористами. Олеся, смотри. Я допускаю, смотри. Я допускаю, что там есть те, кто действительно... Олеся, всё так, как ты говоришь. Просто, да, но тем не менее. Всё так, как ты говоришь. Но дети, которые рождаются для того, чтобы жить и погибают по вине своего руководства, жалко их, подожди, жалко их. Я себе задаю вопрос. Да, мне жалко палестинских детей. Мне очень жалко еврейских детей, я хочу сказать, которых палестинцы вырезали, головы отрезали еврейским детям. Понимаешь? Но при этом, что интересно, я хочу обратить внимание, не хотят палестинцев, беженцев палестинских к себе ни одна из арабских стран. Что интересно. Не хотят. Египет, примите, ни в коем случае. И Ордания, примите. Король Ордании сказал, да не будет этого. То есть на Израиль наехать, типа, а Израиль, вы такой, вы себе, а сами, ну так помогите. Это всегда так было, Олеся, палестинцев никто не хотел брать к себе. Израиль, извини, Иордания говорит, ни одного палестинца, мы ни Египет не возьмем. Ливан, Сирия, никто не берет палестинцев, короче. Ты понимаешь? Поэтому сложнейшие переговоры будут. И обрати внимание, что президент Байден, он не только в Тель-Авив приехал. Кстати, вот потрясающе тоже. Завтра Байден прилетит в Тель-Авив. Объявляют. А Байден раз прилетел сегодня. Ну, правильно. И понятно, что до окончания переговоров Байдена с лидерами Израиля, Палестины, Иордании, Египта, может с кем-то еще, может Катара еще, может Саудовская Аравия, не знаю, Байден сам решит, с кем ему вести переговоры. До этого, конечно, никакой наземной операции не будет. Мы это понимаем. А дальше все зависит от переговоров Байдена с лидерами арабских государств и с Нетаньяху. Израильское общество настроено радикально, надо решить этот вопрос раз и навсегда, сколько можно. Раз и навсегда. Я думаю, конечно, разбомбят всю газу, создадут какую-то буферную зону. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет.